Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Василий Андреевич Штабницкий, я врач-племонолог. Мой доклад, у меня сегодня будет два доклада, они будут идти один за другим. Первый доклад называется «Дыхательное расстройство при базе. Мониторинг функций дыхания, симптомы гиповентиляции». То есть это первая часть моих докладов. Она будет больше про теорию и про диагностику дыхательных проблем и о том, вообще почему у пациентов с база эти проблемы возникают. Мой следующий слайд будет касаться определений, которых я буду пользоваться. Я бы хотел несколько определений дать. Я буду в меньшей степени говорить, хотя это очень важный показатель, про силу дыхательной мускулатуры. Он измеряется с помощью показателей MIP и MEP, которые расшифровываются как «maximum expiratory pressure», «maximum expiratory pressure». Или в переводе на русский язык «максимальное давление на дыхательных путях, на вдохе и на выдохе». То есть это усилие пациента, которое мы можем померить. Жизненная емкость легких или желт, или VC по-английски vital capacity, объем воздуха от максимального глубокого вдоха до максимального глубокого выдоха, то есть формально сколько воздуха помещается в пациенте. Пиковая скорость кашля, PSK или PCF, peak, low, максимальный поток при максимально сильном кашле. Это показатель, который отображает эффективность кашля. Гиповентиляция, или, правильно сказать, гиповентиляция во сне. Это эпизод дыхательной недостаточности во сне, ночью, который ассоциирован или связан с ростом углекислого газа и падением сатурации. И дыхательная недостаточность – это более серьезный широкий термин. Это неспособность системы органов дыхания поддержать адекватный уровень кислорода, углекислого газа. Уже сейчас можно понять, что гиповентиляция – это более ранний симптом, более раннее проявление дыхательной недостаточности. Первое проявление дыхательной недостаточности может быть гиповентиляция во сне. И потом, по мере прогрессирования заболеваний, у пациентов может сформироваться круглосуточная дневная и ночная дыхательная недостаточность. Сразу об очень важном моменте. Это симптомы гиповентиляции. К ним относится повышенная дневная сонливость. Нам помогает здесь шкала сонливости Эпфорта. Это валидизированная шкала для скрининга симптома сонливости. В больной оценке мы можем понять, насколько пациент сонлив. Утренняя головная боль. Это вообще не очень характерный вариант головной боли. Обычно головная боль формируется к вечеру. Утренняя головная боль связана с накоплением углекислого газа и часто указывает на проблемы с дыханием во сне. Разбитость. Что говорит о неполноценном сне. Ну вот, собственно, это два блоком идут. Неполноценный сон. Жалоба пациента на то, что он плохо спит. И утренняя разбитость. Частые ночные пробуждения. То есть пациент часто бодится, просыпается. Иногда от одышки. Иногда просто просыпается. Иногда, чтобы сходить в туалет. И другие. Отсутствие сновидений. Кошмарное сновидение. Вот, собственно, эти позывы сходить в туалет. Это все может указывать на симптомы гиповентиляции. Вот эти симптомы очень важны, потому что на эти симптомы мы ориентируемся, в том числе, выбирая, определяя показания к вентиляции. Наличие этих симптомов, по сути, может быть одним из показаний для проведения респираторной поддержки, для помощи пациентам с дыханием во сне. БАС, боковой амитрофический склероз, это одно из основных показаний среди нейромышечных пациентов для проведения неинвазивной вентиляции. К сожалению, наверное, не существует таких пациентов, которым не была бы показана неинвазивная вентиляция легких при ПАС. Вот здесь, сверху вниз, видно прогрессирование заболевания. Все начинается с атрофии мышц вдоха и мышц выдоха, атрофии мышц бульбарной мускулатуры. Атрофия мышц вдоха приводит к снижению давления, максимального аспираторного давления МИП. Это, в свою очередь, приводит к снижению емкости вдоха, к снижению жизненной емкости легких, к снижению пиковой скорости кашля. При объеме легких до 50%, как правило, пациенты ограничены в выполнении физической нагрузки, если они могут это делать. При падении объема ниже 20%, как правило, у них формируются вот эти самые дыхательные расстройства во сне, в том числе гиповентиляция. А при падении объема легких ниже, чем 800 мл, как правило, формируется дневная, уже круглосуточная дыхательная недостаточность. Как вы видите, кстати, объем легких мы можем измерять как в абсолютных значениях в виде цифры, так и в процентах. И важен и тот, и другой показатель. Мышцы выдоха тоже параллельно страдают, снижается сила мышц, МЭП, сила мышц выдоха, снижается пиковой скорость кашля. Мышцы выдоха, если мышцы вдоха нужны по большей части для вдоха, то силы мышцы выдоха нужны для кашля. Поэтому поражение мышц выдоха часто связано с снижением пиковой скорости кашля, с застоем мокроты, что приводит к формированию от электазов, воспаления, и в конечном итоге пациент переносит инфекцию дыхательных путей к невмонии, что может оказаться последним эпизодом в жизни пациента с БАС. Атрофия бульварной мускулатуры приводит к нарушению глотания и аспирации. Это приводит к нарушению механики кашля, так как пациент с слабой гортанью не может хорошо набрать и задержать воздух в легких. Нарушение глотания приводит к истощению и способствует формированию инфекции и инфекционных обострений. То есть вот такой комплекс проблем приводит к достаточно серьезным проявлениям дыхательных расстройств, к дыхательной недостаточности, к застою мокроты, к инфекции дыхательных путей. Здесь я попытался это на слайде изобразить, как это все происходит с течением времени. Внизу это первое, это симптомы прогрессирования заболевания от слева направо. Первый симптом это мышечная слабость, сначала от неловкости в пальцах до полного прогрессирования. Где-то чуть-чуть позже снижаются показатели силы дыхательной мускулатуры. Сначала объем легких нормальный, потом начинается снижаться объем легких. Снижается пиковая скорость кашля, и вот где-то здесь появляются симптомы застоя мокроты, а в дальнейшем формируется одышка. То есть здесь тоже очень важная информация, что симптомы у пациентов могут отсутствовать, но у них уже могут быть снижены показатели дыхания. У пациентов формируется ночная дыхательная недостаточность, это самая гиповентиляция, и в конечном итоге формируется дневная дыхательная недостаточность. Наша задача вентилировать пациентов и назначать им аппараты вентиляции не на последней стадии, когда у них уже гиперкапли, а на ранней стадии, когда у них снижаются только объемы легких. Это позволяет вовремя начать вентиляцию, потому что, к сожалению, день в день по факту наличия каких-то дыхательных проблем мы не всегда можем проводить респираторную поддержку. Нам требуется какое-то время, чтобы начать пользоваться аппаратом неинвазивной вентиляции легких. БАС – это неуклонно прогрессирующее заболевание. Вот здесь на достаточно сложном слайде показаны различные варианты течения заболевания. Более агрессивные варианты характеризуются тем, что у пациентов в течение первых двух лет уже случаются какие-то проблемы, но существует также и, вот это зелено показано, более благоприятная группа, но, к сожалению, более редкая, там, где, допустим, в течение 10 лет медленно прогрессирует боковой эмотофический склероз. И вообще это очень важно понимать, что в целом у наших пациентов быстрое прогрессирование заболевания, и мы не всегда сможем вовремя отреагировать на какие-то проблемы. Но в основном самая такая частая проблема – это второй-третий год жизни, вот этой черной точкой показано. Это время, когда чаще всего у пациентов случаются какие-то проблемы с дыханием. На этом исследовании было показано различные тоже паттерны или варианты прогрессирования заболевания, и что связано с этим. Жизненная емкость легких, возраст начала заболевания и изменение шкалы АЛС-ФРС являются наиболее точными данными, предсказывающими прогрессирование заболевания, ну, что вполне логично, если пациент постепенно теряет двигательные функции, как правило, мы говорим о прогрессирующем варианте бокового аммиотрофического склероза. И, как правило, если объем легких хороший, то мы говорим о медленно прогрессирующем течении заболевания. Есть несколько проблем, которые стоит сказать про прогрессирование заболевания у пациентов с БАС. Во-первых, не всегда слабость диафрагмы коррелирует с объемом легких, это было показано в небольшом исследовании. Второе, что при объеме легких 78% от должного уже, как правило, начинается прогрессирование заболеваний, то есть практически при нормальных показателях уже фиксируют какие-то изменения дыхания. А гиповентиляция встречается у каждого второго пациента при объеме легких ниже 75%. То есть нормальные показатели дыхания еще не всегда исключают какие-то гиповентиляционные проблемы. И, допустим, если у пациентов у ваших объем легких 70%, это не значит, что все еще хорошо. Внизу в табличке показано, как прогрессирует заболевание. За 4 месяца снижается шкала АВС-ФРС, снижается объем легких, снижается сила дыхательной мускулатуры. Все показатели отличаются друг от друга за 4 месяца. То есть болезнь, к сожалению, прогрессирует, и крайне мало пациентов, у которых не будет наблюдаться такого прогрессирования. С точки зрения эффективности ненавидной вентиляции, к огромному сожалению, БАС проигрывает всем нозологиям, по поводу которых назначается вентиляция. Вы видите, что кривая выживаемости на вентиляцию пациентов с БАС сильно отличается от других кривых пациентов, которые получают неинвазивную вентиляцию. Это накладывает тоже определенные особенности на проведение вентиляции. Конечно, вентиляцию надо проводить все равно, но стоит сформировать правильные ожидания пациента. И, конечно, аспекты палеотивной помощи, аспекты подготовки к умиранию, аспекты помощи семьи, они наиболее актуальны для пациентов с боковым аммиотрофическим склерозом, где ненавидная вентиляция легких, к сожалению, не может решить всех проблем, в том числе она не может остановить прогрессирование основного заболевания и, допустим, прогрессирование бульбарных нарушений. Хочешь, не хочешь, но пациент, к сожалению, останется обездвиженным, несмотря на все наши усилия. Ну, здесь небольшой опыт нашей работы. Кривая ненавидной вентиляции – это синяя кривая. Кривая пациентов, которые оказались от вентиляции по той или иной причине – это красная кривая. Мы получили разницу в порядка 100 дней. Разница в показателях выживаемости – это 3 месяца, которые мы дарим пациентам ненавидной вентиляции. Ну, в целом это согласуется с международными данными – от 3 до 6 месяцев улучшения прогноза при проведении неинвазивной вентиляции. Много это или мало – это много, на мой взгляд, поскольку прогноз основного заболевания – это вообще 2-3 года. Вот. И мы дарим из этих нескольких лет, несколько месяцев удлиняя жизнь пациента. На мой взгляд, это хороший результат для такого страшного заболевания, как боковой амитрофический склероз. Как обследовать пациента с баз? Существует несколько методов, которые позволяют дополнительно взглянуть на состояние дыхания. Как я уже говорил, это сила дыхательной мускулатуры – MIP, MEP. И SNIP – это удачный способ измерения силы мышц вдоха, вставляя специальную конюлю в носовую полость. Пациент дышит носом, вдыхает, и у него измеряется сила усилия при дыхании не во рту, а в носовой полости. Для пациента с бульбарными проблемами это неплохое решение. Сила… Также мы можем измерять объем легких, желательно измерять его лежа и сидя. При проведении сперметрии обязательно пациента надо попросить покашлять и померить пиковую скорость выдоха, которая будет, собственно, пиковой скоростью кашля. Мы можем проводить ночную пульсоксинетрию, измерять сатурацию ночью во сне. В ситуациях, когда у пациента есть признаки апноэ, мы можем проведить полиграфию или даже полисомнографию, потому что апноэ бывает, во-первых, на фоне нарастания слабости мышц верхних дыхательных путей, во-вторых, в принципе, апноэ распространено в населении. 3% мужчин страдают апноэ, и, наверное, где-то 1 или 2% женщин. Каптометрия – чрезкожное измерение уровня углекислого газа и газопровод. Сейчас я вам, наверное, покажу эти приборы. Попозже чуть-чуть покажу. С точки зрения функции дыхания у пациентов формируется рестриктивный тип нарушения функции внешнего дыхания. Это вариант нарушения, когда снижается объем легких, и пропорционально объему легких снижаются все показатели объема. Ну, то есть формально просто пациент, его легкие уменьшаются в несколько раз, хотя, конечно, с легкими никаких проблем не возникает. Истинный объем легких, да, или если бы мы смогли измерить общую емкость легких, она у них сохраняется. То есть это рестрикция, но это не рестрикция, связанная с фиброзом или рестрикция, связанная со склеозом. Это рестрикция, связанная со слабостью дыхательных мышц. Как я уже сказал, при снижении объема легких возможно развитие ночной дыхательной недостаточности. Если мы измерили объем легких сидя и стоя, и разница в процентах превышает 25%, мы говорим о слабости диафрагмы, то есть объем легких лежа ниже, чем сидя. Если у показателей НИП больше, чем минус 80, то есть минус 90, минус 100, у пациента нет слабости дыхательной мускулатуры. Пиковая скорость кашля, вот я сверху изобразил пикфлометр, мы можем взять пикфлометр и попросить пациента покашлять. Мы можем взять вот эту верхнюю точку при проведении спирометрии, и то и другое будет пиковой скоростью кашля, если она ниже, чем 160-180 литров в минуту. Это пациент с крайне высоким риском застоя мокроты, и он, по сути, не может самостоятельно откашляться, ему необходим специальный прибор, о котором мы будем говорить во втором докладе. И, наконец, если мы проведем с иммунологическим обследованием, допустим, полиграфии, мы увидим апноэ, который будет сочетаться с гиповентиляцией. Вот типичный набор дыхательных проблем у пациента с боковым аминографическим спирозом, и то, как мы можем эти проблемы выявить с помощью функциональных методов диагностики. Приборы, соответственно, как я необходим, это спирометр, прибор для измерения силы дыхательной мускулатуры, ночной пульсоксиметр, чрезкожный капнометр и КСС-анализатор. Вот хороший, которым мы пользуемся, спирометр, который одновременно является ночным пульсоксиметром. Видите, у него два блока, слева спирометрический блок, справа пульсоксиметрический блок. Очень удобный портативный прибор, не больше, чем сотовый телефон. Посередине внизу это портативный КСС-анализатор для забора артериальной или капиллярной крови. В правом верхнем углу это чрезкожный капнометр. Принцип похож на пульсоксиметрию. Прибор измеряет чрезкожное парциальное давление углекислого газа и внизу прибор для измерения силы дыхательной мускулатуры. Слева это МИП, а справа СНИП. То есть насадку поменяли, вставили носовую конюль, и мы можем измерять давление в носовой полости. С точки зрения функции дыхания это рестрикция, о чем я уже говорил, то есть снижение объема легких, вот здесь я показал красненьким, или на кривой объем время вот такая более низкая, более, так сказать, менее высокая кривая спирометрия, измерение объема легких. Вот, вот это хороший пример старый пациент, который жил с 91 по 96 год, и мы видим, как у него прогрессивно меняется объем легких, постепенно, постепенно сокращается кривая поток объем до микроскопического показателя меньше, чем 1 литр. Вот, это пациент с боковым эмографическим склерозом, и это динамика его показателей. Хорошая практика записывать показатели спирометрии в какой-то журнал, я пациентам всегда предлагаю записывать это в тетрадочку, вот, ну или у себя в картах, но я стараюсь записывать динамику, чтобы понимать степень прогрессирования дыхательных проблем у пациента. Вот, это не пациенты с БАС, но это тоже нейромышленные пациенты, вот здесь хорошо видно тоже динамика падения силы дыхательной мускулатуры и динамика падения объема легких, измеренных абсолютно в цифре. Сначала он увеличивается, потому что это дети в возрасте 10 лет, ну, мы можем взять вот эту вторую часть этого графика, так приблизительно будет выглядеть падение объема легких у пациента с боковым эмографическим склерозом. Очень удобно и серия проводить измерения, потому что если мы знаем несколько точек, мы будем понимать, прогрессирует ли заболевание, не прогрессирует, насколько быстро прогрессирует заболевание. Силы дыхательной мускулатуры и связь силы мышц вдоха и выдоха, у нас есть такая прямая связь, что вполне логично. Корреляция прямая, чем сильнее мышцы вдоха, тем сильнее мышцы выдоха, чем слабее мышцы вдоха, тем слабее мышцы выдоха. Вот, это значит, что болезнь не щадит какие-то отделы дыхания и приблизительно одновременно у пациента будет снижаться и объем легких, и одновременно снижаться показатели кашля. Вот, а вот это очень хорошая связь, показывающая связь объема легких и силы дыхательной мускулатуры. Верхняя часть графика – это здоровые добровольцы. Здесь мы видим хорошую силу дыхательной мышцы от 100 до 200 сантиметров водного столба по горизонтали и по вертикали объем легких, который приблизительно у всех одинаковый и равен 100%. Вот, здесь мы не видим, то есть связь есть, но она не имеет наклона. У пациентов с БАС формируется такая корреляция, чем слабее мышцы, тем меньше объем легких, что вполне логично. Слабые мышцы очень плохо раздувают легкие. Очень плохо позволяют сделать вдох, набрать воздух в легкие. То есть по мере прогрессирования БАС мы будем наблюдать падение объема легких. Ну, здесь хорошая связь, опять же, есть между скоростью, пиковой скоростью кашля, вот на этом графике, и силой дыхательной мускулатуры. Чем меньше сила дыхательной мускулатуры, тем меньше пиковой скорости кашля. Это все просто подтверждает мои тезисы о том, что болезнь прогрессирует неуклонно, прогрессирует одновременно сила вдоха, сила выдоха, сила кашля. Поэтому проблемы нельзя заниматься лечением только дыхательной недостаточности, игнорируя проблемы с кашлем. И нельзя заниматься лечением только проблем с кашлем, игнорируя проблемы с дыханием. Это комплексная проблема, поэтому, по сути, конечно, мы говорим не только о приобретении прибора неинвазивной вентиляции, но мы и говорим о приобретении откашливателя одновременно для наших пациентов. Вот, а вот эта связь, она не очень очевидна, но она тоже есть между силой дыхательной мускулатуры, объемом легких и уровнем углекислого газа. Ну, наверное, вот самый показательный красивый график, это первый, это снижение, или вот второе снижение, давайте возьмем этот график, снижение объема легких и уровнем углекислого газа. То есть первая часть графика мы видим, что по мере падения объема легких уровень углекислого газа не увеличивается. И при снижении ниже где-то 50% показатели начинают задираться наверх, хотя есть несколько парадоксальных пациентов с хорошими, относительно хорошими показателями, 60%, у которых тоже сформировалась гиперкапния. Вот, и аналогичная связь есть между силой дыхательной мускулатуры, сначала все хорошо, и потом начинается гиперкапния. Гиперкапния где-то тоже при снижении ниже 50-60 см водного столба. То есть по мере прогрессирования заболевания, по мере падения показателей дыхания у пациентов увеличивается риск гиперкапния. Вот, и вот еще один слайд, апноэ. А вот с апноэ такой корреляции нет. Обратите внимание, что хаотично расположенные данные по горизонтали объем легких и силы дыхательной мускулатуры, по вертикали, ну вот здесь есть еще какая-то корреляция, но она не такая достоверная, а здесь ее вообще нет. Это говорит о том, что апноэ развивается независимо от объема легких. И апноэ не всегда является предиктором дыхательных проблем. И это действительно так, апноэ это проблема не диафрагма, это проблема верхних дыхательных путей, и она не всегда встречается у пациентов с снижением объема легких. И наоборот, апноэ может быть при нормальных объемах легких, а при низких объемах, вот как у этого пациента, у этих пациентов она может быть отсутствовать, апноэ. Поэтому на апноэ и на показатели, связанные с апноэ, мы не всегда ориентируемся. Какой объем легких точно приводит к гиперкапнии? Это данные пациентов с мышечной гистрофией, но их можно экстраполировать на пациентов с БАС. Если объем легких ниже 60-700 мл, это чувствительность 90 и специфичность 95% предсказывает гиперкапнию. А отношение дыхательного объема к жизнью и емкости легких 33%. То есть если пациент дышит 500 мл, а объем легких 1,5 литра, это тоже чувствительность 77, а специфичность 95% подтверждает наличие гиперкапнии. Или снижение силы дыхательной эмоции ниже 22 см водного столба. Вот такие показатели, мы можем на них ориентироваться, особенно обращайте внимание на крайне низкие объемы легких ниже, чем 1 литр. Это высоко специфичный чувствительный предиктор развития дыхательной недостаточности. Такие пациенты наиболее тяжелые. Как одышка связана с показателями дыхания? Ну, в принципе, конечно, связь есть. Вот, допустим, возьмем вот этот график. Чем слабее мышцы, тем по горизонтали выраженнее одышка. Что вполне логично. Чем меньше объем легких, тут даже может быть более сильная связь, тем более выраженная одышка, измеренная по 10-ти вальной шкале. Вот. Также гиперкапния достоверно выше одышка у пациентов с гиперкапнией. Это видно вот из этих двух графиков. Интересное исследование. Пациентов взяли с объемом легких в 60% и провели несколько сомнологических исследований. И забрали газы крови. У 38% была по газам крови дневная гиперкапния. И еще у 28% была ночная гиперкапния. То есть при объеме легких в 60% у двух третей пациентов уже будут показания к негазейной вентиляции легких. Они взяли следующее определение гиповентиляции. Наверное, не будем на них останавливаться. И выявили следующую встречаемость. От 60% до 10% в зависимости от использованного определения. Четыре последних столбика были получены с помощью метода капнометрии. Первые два столбика с помощью КЧС исследования. Третий и четвертый столбик был получен с помощью ночной пульсоксиметрии. Это говорит о том, что разные методы дают разную чувствительность. Они обладают разной чувствительностью для выявления гиповентиляции. Но в целом можно использовать несколько ведь методов. Допустим, капнометрию плюс ночную пульсоксиметрию. Или пульсоксиметрию плюс газы крови. И это позволяет точнее поставить диагноз дыхательной недостаточности. Вот хороший пример ночной гиповентиляции. Верхний график. Ярко-сиреневый цвет. Это сатурация. Как вы видите, она уже ненормальная. И ночью она снижается до запредельно низких значений. Вот это та самая гиповентиляция нейромышленного больного, которая формируется ночью во сне. Капнометрия называется как опера Тоска. Такой прибор. Сейчас он немножко по-другому уже называется. Это датчик, который накладывается на поверхность тела. Допустим, на мочку уха. И прогревая кожу, заставляет углекислый газ дефундировать через кожу. У углекислого газа шикарная проницаемость. И прибор, собственно, измеряет уровень углекислого газа. Ну и заодно измеряет сатурацию с помощью пульсоксиметрического датчика. Считается золотым стандартом диагностики дыхательной недостаточности. Вот пример ночной пульсоксиметрии у пациентки с боковым амитротическим склерозом. Обратите внимание, что всю ночь сатурация снижена ниже около 85. И еще есть отдельные провалы во время глубоких фаз сна до 70%. Такая пациентка, конечно, нуждается в вентиляции. Вентиляции, а вот ее же капнометрия, вот она начинает, вот уровень ее углекислого газа ночью во сне. Вот ее сатурация на фоне неинвазивной вентиляции. Вот она надела маску. Сначала у нее углекислота около 50 мм в тупом столба. На фоне вентиляции она начинает снижаться. Здесь у пациентки слетела маска, и видите, углекислый газ немножко подрос, упала сатурация. И снова он, видите, потихонечку-потихонечку начинает снижаться. И уже к утру, к 2 часам ночи, у пациентки уже углекислый газ нормализовался до 40 мм в тупом столба. Хороший, удобный, практичный способ для оценки дыхания, для, допустим, подбора параметров неинвазивной вентиляции. Таким образом, как нам ориентироваться? Вот такую схему я придумал. Четыре группы больных в зависимости от объема легких и симптомов гиповентиляции. Если у пациентов хороший нормальный объем легких, нет симптомов гиповентиляции, это хороший пациент, вот он с зеленым цветом помечен, здесь у него все хорошо, как правило, такого аппарата не нужен. И, в свою очередь, если у пациента низкий объем легких, ниже 50%, есть отдышка, есть симптомы гиповентиляции. Скорее всего, у него уже даже дневная дыхательная недостаточность сформировалась. Это вот ясно на основании тех предыдущих слайдок, что я показывал. И есть две группы сложных пациентов. Низкий объем, но без симптомов. И симптомы гиповентиляции, но нормальный объем легких. Вот в этих двух случаях нам необходимы дополнительные исследования, такие как ночная пульсоксиметрия. Как правило, здесь тоже можно сделать ночную пульсоксиметрию, но, в принципе, нам и так все понятно, что у такого пациента есть проблемы с дыханием во сне. Если речь только про показания к вентиляции, то, в принципе, мы можем вентиляцию таким пациентам не предлагать, но ночную пульсоксиметрию не проводить. Нам и так все уже достаточно понятно. Вот. Ну, я первую часть доклада хотел бы завершить. Основные тезисы, еще раз, что между респираторными показателями у пациентов с БАС, с симптомами гиповентиляции и прогрессированием БАС есть прямая связь. БАС неуклонно прогрессирующие заболевания, и болезнь прогрессирует одновременно, поражая мышцы вдоха, мышцы выдоха, мышцы бульварной мускулатуры. Симптомы гиповентиляции есть, они не специфичны, но на них надо обращать внимание. И одышка, и другие симптомы, они тесно связаны с киперкапнией силы дыхательной мускулатуры. То есть это все имеет такую очень тесную связь. Основные методы диагностики – это опрос, осмотр больного, измерение объема легких спирометрия, измерение ночной сатурации, ночная пульсоксиметрия, измерение пиковой скорости кашля. И дополнительно можно смотреть силу дыхательной мускулатуры, проводить капнометрию – это дорогой метод, проводить КЦС-анализ. Продолжение следует...